Всем привет! Сегодня у меня простенький рецепт из сложных ингредиентов, но вы не пугайтесь, вы наверняка сможете их достать, это точно, обязательно с пером совы и с некоторыми нюансами. Сам он реально очень простой рецепт, но есть нюансы, которые я буду рассказывать в процессе очень коротко, чтобы вы все поняли, как нужно делать. У меня кипит вода, у меня есть цветная капуста и есть гребешки, которые я привез с Сахалина, потому что мы делали проект на Кунашире и, конечно, летели через Сахалин. Я думаю, а чего? У меня на канале с гребешками все время какая-то беда. Люди спрашивают, которые живут на Дальнем Востоке, и вот специально для них, я думаю, возьму и сделаю простейший вкусный рецепт. Я их заранее разморозил, и сейчас только что вот минут 10 до начала съемки я положил их на салфетки для того, чтобы ушла лишняя влага сверху, чтобы они были сухие. Значит, вот здесь вот есть язычок, который надо отделить. Он жесткий. Я, в принципе, сам для себя его и не отделяю. Я люблю пожевать такую резиночку, и меня это не парит. Но давайте для эстетики, для правильности вот этот язычок уберем. Или ножка его еще называют. Ну, не язычок, ножка, наверное, будет более правильно. Она такая жесткая, но на самом деле все это съедобно. Цветную капусту нужно разделить на соцветия. Посмотреть, что нам тут подходит. Можно с ножкой, можно без ножки. Аккуратно разделим, чтобы соцветия были крупные. Чтобы на тарелке они были такие по размеру примерно, плюс-минус там, как гребешок. Отправляю в кипящую воду. Добавляю соль. Варю 4 минуты. У меня варочная панель Гефест. Она имеет стильный дизайн, дополнит любую кухню. Войдет в любой интерьер, который у вас уже есть. Ручки на каждую конфорку имеют встроенный поджиг. То есть вы нажимаете, и поджиг срабатывает. 4 конфорки с разной мощностью. Одна из них с двумя кольцами пламени. Самая мощная для быстрого разогрева любых котлов. Вока, чугунок, кастрюля большая. Есть фиксированное положение рукоятки. Вот вы вниз повернули, все, минимальное пламя есть. На длительное тушение хотите поставить или на варку бульона поставили низкое пламя, все закрыли, у вас все варится. Чугунные решетки и самое главное стеклянная она. Это значит, что очень удобно ухаживать. Еще больше информации о технике Гефест вы можете найти у меня под видео. Описание откройте, там будет ссылочка. Кликните, почитайте. Ну, мало ли будет интересно. Капусту отварили. И сразу же перекладываем ее в сковороду. Подвариваем капусту для того, чтобы она стала мягкой. Иначе, если мы будем обжаривать ее сразу же, она будет жесткая, неживабельная. Прежде чем наливать масло, выпарите воду. Потому что, когда перекладываем капусту, все равно капельки воды попадаются. Обжариваем капусту на смеси топленого и растительного масла. Для того, чтобы максимально поднять температуру и быстро обжарить капусту. Масло добавляем, не стесняемся. Нам нужно его здесь много. И обжариваем капусту на самом сильном огне. Цветная капуста хорошенечко обжарилась. Ее вынимаем. Масло переливаем в другую сковороду, чтобы пожарить гребешки. Капусту жарим до тех пор, пока она не станет вот такая вот красивая карамельная. Масло в сковороде нужно раскалить на максимальной температуре. Прямо, чтобы вот аж чуть ли не дымок шел. Все, выкладываем. Гребешка лучше жарить минимальными порциями, потому что иначе он тогда начнет давать влагу. Жарим примерно по 30-40 секунд с каждой стороны. Он должен быть внутри сырой, а сверху сильно обжаренный. Соль, перец я добавлять не буду. Он сладкий, очень нежный. Мы с помощью соуса дадим достаточное количество соли и всего прочего. Все, он обжарился. Да, с другой стороны тоже, видите, быстро. Тоже где-то секунд 30-40. И убираем с огня. Гребешка лучше переложить на салфетку, потому что из него пойдет небольшое количество влаги, да и хватит ему готовиться. На сковороде он будет дальше греться, нам этого не надо. Для соуса ставим маленькую сковородку. В сковороду добавляем 2 кусочка чеснока и добавляем совсем чуть-чуть масла от гребешков для того, чтобы получить аромат из чеснока. Как только чеснок зашкварчал и пошел аромат, добавляем 30% сливки. Добавляем 100 мл сливок и 3 столовые ложки устричного соуса. На минимальном огне прогреваем соус, сливки быстро увариваются, схватываются вместе с устричным соусом. Он становится довольно густой, но в то же время очень комфортный для гребешка, кремовый такой. Буквально минутой и все готово. Соус выливаем на дно тарелки. Видите, он сразу становится густым. Теперь выкладываем гребешка. К гребешку добавляем цветную капусту. Теперь берем или зеленое масло, которое у меня есть на канале, как его сделать, вы сможете посмотреть ролик, или томатное масло, красивое, ароматное и красного цвета. И поливаем готовое блюдо. Смотрю и понимаю, что здесь чего-то не хватает. Я знаю, что это будет. Вот это идеальное украшение. На Сахалине недавно был нерест. Ну и, конечно, я, когда летел, взял с собой баночку. Думаю, это же деликатес. Немного цедры лайма. Сюда для, знаете, такой пряной ароматики. Будет очень хорошо. Только чуть-чуть совсем. Буквально 3 миллиметра. Капуста и гребешок идеально дополняют друг друга. Тем более еще сливочный соус такой простяцкий. Все, распиливаем. Видим, что в серединке он совершенно сырой. Гребешочек нужно есть именно в таком виде, потому что если вы его прожарите до конца, это будет уж совсем другой калинкор. Все, соус зачерпываем. Капусту. Капусту хорошенько прожаренную. Она вообще... Тут фишечка в чем. Ореховый вкус капусты и ореховый вкус гребешка. Ну, понятно, что он не как грецкие орехи, а как семечки. Но имеется в виду такой нежный такой... И сливки с устричным соусом, они тоже имеют такой ореховый вкус. И соус дает как раз ту соленость. Ну, и икра, соответственно. Поэтому можно даже чуть-чуть меньше устричного добавить. Мне нравится, когда прям сильный такой дисбаланс. Это редкий случай, когда... Я всегда топлю за то, чтобы все ингредиенты были посолены. Но... Гребешок такая вещь, которую вот лишняя соль гонит лишнюю влагу. Здесь просто ошпарил его, вытащил на салфеточке. Да, там салфетки лишнюю впитали, чтобы он был такой, знаете, суховатый чуть-чуть. Из-за его нежной структуры он все равно не будет сухой. Но вот капуста такая, должна быть хорошенько поджаренная. И все вместе для наших подписчиков с Дальнего Востока. С Сахалина, с Кунашира. Вот вам такой простейший рецепт. Кто-то скажет, что это дорого. Но на Сахалине, что-то мне подсказывает, цветная капуста будет, наверное, дороже, чем гребешки. Ну, условно. Поэтому оставьте для себя как праздничное блюдо. Или хотя бы для романтического ужина вдвоем. Когда не нужно готовить на шестерых-восьмерых человек. Когда вы вдвоем прям чик-чик-чик, блюдо такое красивое, вкусное, нежное. Насладиться вот этим моментом, как, в общем, я всегда и призываю. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь едой. Чтобы ваше тело и ваши глаза, ваши рецепторы всегда кайфовали. Приятного аппетита. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok